Как вас зовут? Полина. Полина, какие цели в жизни? Большие. Возможно, актрисы. Актриса в театре? Нет, кино. Кино в Голливуде? Нет. Анастасия, какие цели у вас в жизни? Ближайшие — это построение карьеры и формирование здоровой семьи. То есть на первом месте карьера, да? Нет, на первом месте это семья, карьера — это пока что. Саша, какие цели в жизни? Я бы хотела открыть свой бизнес и, наверное, уехать из России. И уехать из России? Да. Да, ну это крейзит, конечно. Какие у вас цели в жизни? На работу устроиться, хочу. Кем? Редактором на телеканале. У меня всю жизнь была мечта на телек пробраться. Но не светить лицом, а так. Сзади там что-то делать? Сзади, да, чтобы не видно было. Анна, какие цели у вас в жизни? Ну, я художница, иллюстратор. У меня цель — продвинуться в индустрии и стать знаменитостью, можно сказать так. Ну, просто работать в своей сфере. Здравствуйте, как вас зовут? Владислав. Владислав, какие цели в жизни? Это, прежде всего, семья, карьера, любовь. Хорошего, богатого мужа. Стать крутым айтишником. Компьютеры чинить бабушкам? Не. Там не работает экран? Не-не-не-не, я только с мозгом компьютера. Я хочу построить семью с вами. Я хочу найти хорошую работу, чтобы обеспечивать себя, не от кого не зависеть. Чтобы я смогла обеспечить своих родителей, которые дали мне то, что у меня сейчас есть. С кем вы всегда видите через пять лет? Матерью, как минимум, одного ребёнка. Небольшое своё дело. Ну, и думаю, что домик где-то за территорией крупного города. На первом месте карьера, да? А, допустим, семья? На каком она? На доме. На первом. Семья на первом? Да. Ну, я типа не на жизнь, цель, у меня типа такая цель на ближайшее будущее, я хочу бабушку вступить. Чем там занимаются? Кино снимают, а я хочу на художника кино и телевизия. Так, кем вы видите себя через пять лет? Женой вдовой. Я через пять лет закончила бабушку и работаю в компании или в комплект. Ну, то есть семья на первом месте, да? Ну, изначально, скорее всего, я должна поставить хорошую карьеру, чтобы уже потом всё это дать и обеспечить и свою семью в будущем, и которое у меня есть. I still haven't figured out fully what I want to be when I grow up. Hopefully, at least I will like whatever route I choose. С кем вы себя видите через пять лет? Ну, наверное, всё тем же автором, что я сейчас, но более известным. Хочу уйти на зарубежную аудиторию. Хотя бы начинающим помощником редактора, хотя бы так. То есть у тебя пять лет будете начинающим помощником? Не, ну, мне отучиться нужно хотя бы для этого. И кем ты себя видишь через пять лет? Ой, я тебя не вижу через пять лет. Ну, ты же будешь в фильме снимать, да? Да ладно, буду в фильме снимать, вот как я тебя вижу через пять лет. Ну, я думаю, что я уже буду работать, у меня будет машина, у меня будет своя квартира, у меня хороший муж. Ну, это ещё нет, говорят, застремлённый, красивый девушку я себя вижу. А через двадцать лет? Через двадцать лет. Ну, уже главный редактор, да. Сто процентов, уже свой телеканал. Ага. Мечта прям. А через двадцать лет? Кем ты себя видишь? Не знаю, типа дружески. У тебя будут уже внуки или там дети? Да. Да, уже всё будет. А через двадцать лет? Кем вы себя видишь? Через двадцать лет? Я думаю, что у меня уже будет моё дело, которое не требует от меня постоянного контроля. Уже выросшие дети. Занимаешься тоже уже либо законченный университет, либо всё ещё учиться. Ну, и больше времени для хобби, для путешествий. А через двадцать лет? Семья, дети. Ну, то есть, обязательная часть какая-то, да, жизни? Да. Через двадцать лет, надеюсь, выживу к тому моменту. Ну, если выживите. Выживите себя счастливым взрослым человеком. В идеале не в России, просто продолжать свою работу. Работать в индустрии, комикса, администрации. Через двадцать лет, поскольку мне будет тридцать, восемь, тридцать, восемь, тридцать, ну не тридцать, тридцать, сколько, сорок. У меня будет такая же отличная работа, у меня будет тридцать, даже лучше, у меня будет ребёнок, может быть, два, может быть, три. Как вы назовёте детей? Это рано думать об этом, пока они не станут. С мужем надо будет это решить. Через двадцать. А через двадцать всё ещё буду снимать фильмы. Ну, то есть карьера на первом месте сейчас? Ну да. У меня просто, знаете, ещё моя пассия крутится в киношной сфере. Вот. Я думаю, что чтобы от него не уходить, мне нужно тоже в эту сферу выгибриться. Через двадцать лет я бы была гражданином Польши. Почему Польши? Ну, потому что эта страна довольно-таки рядом с Россией, и я буду рядом с родственниками, смогу уехать, связываться с ними, поддерживать связь. Это всё-таки не другой континент. Для вас самая главная карьера, да? Конечно. Для меня это как? А всё остальное, там, семья, допустим? Семья? Ну, у меня проблемы с личной жизнью, поэтому пока не рассматриваю. А на кого учишься? Пока я в школе. Планирую, может быть, в телевидении уйти, может быть, что-то есть. И кем будете работать? Чем заниматься? И кем буду работать, буду жить в удовольствие, захочу пробовать, буду пробовать, захочу быть уборщицей, буду уборщицей. Ага. То есть, ну, возможно, уборщицей будешь? Да, почему бы, если я люблю убораться, почему нет? Что такое семье? Я не думаю, что делать семью, это за счет. Я работаю с детей очень много сейчас, потому что я учусь в английском. So, I have enough kids in my life. But my family, I would love to be able to help them sometime later, because for now, obviously, since I'm not very grown up, I can't really do that. То есть, для вас на первом месте карьера? Да. А семья? Ну, я не видела хорошей семьи в своей жизни, поэтому я не особо тянусь к тому, чтобы создавать. Вы хотите, чтобы вам поставили памятник? Ну, памятник не обязательно. Памятник мне поставят после смерти, в могильном камне, в театре. Вот. Выпей. Можно цветов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!